Закладка атомохода была не единственным пунктом в программе вице-премьера Дмитрия Рогозина в Северодвинске. Зампред принял участие в торжественном вручении ключей от квартир нового жилого дома Севмаша на Некрасова, 50. Жилье здесь построили специально для работников судостроительного гиганта. Проба пера прошла успешно. Севмаш сегодня торжественно сдал в эксплуатацию многоквартирный дом по адресу Некрасова, 50. Это пилотный проект предприятия. Трехэтажный каменный дом возвели в рамках реализации жилищной программы судостроительной верфи. Сегодня из рук вице-премьера России Дмитрия Рогозина ключи от новых квартир получили сразу три семьи сотрудников Севмаша. Крайне важно, что сейчас пошли заказы на Севмаш, на Звездочку. Здесь, в Северодвинске, мы действительно активно поднимаем сейчас программу развития промышленного потенциала города. И это неминуемо должно сопровождаться строительством новых жилых квадратных метров. Чтобы обеспечить всех нуждающихся в жилье рабочих Севмаша квартирами, сейчас их две с половиной тысячи, придется возвести 120 тысяч квадратных метров жилья. Вот такие уютные квартиры в скором времени получат 38 семей работников Севмаш предприятия по специальной жилищной программе. В целом же дом на Некрасово 50 – мечта любого северодвинца, учитывая, что стоимость квартир здесь относительно невысокая. Семья Козловых получила двухкомнатную квартиру площадью 58 квадратных метров. В приобретении жилья помогла муниципальная программа по поддержке молодых семей. Мы реализовали свое право и получили сертификат. Это по местной программе города Северодвинска, которая выдается в администрации города Северодвинска, на приобретение и строительство жилья. А какая сумма у вас? 700 тысяч. Стоит отметить, жилье здесь по меркам Северодвинска действительно недорогое. Один квадратный метр с отделкой и сантехникой обойдется покупателю в 40 тысяч рублей, в то время как в целом по городу квадратный метр без учета отделки достигает 55 тысяч. Стоимость жилья удалось снизить за счет возобновления строительства на площадке, где фундамент был возведен еще в 93-м году. Но главное строительство велось там, где уже есть соответствующая инфраструктура. У нас есть старый город, там порядка 48 площадок можно использовать под строительство жилья. Есть инфраструктура, есть школы, есть детские сады, есть магазины. То есть все сегодня есть, надо строить жилье там, где есть инфраструктура. С этим согласился сегодня и вице-премьер Рогозин. Некрасова-50 – третий объект строительной компании. Ранее на уже готовых свайных полях возвели дома на Макаренко-5 и набережной реки Кудьмы-11. Всего же у Севмаша 12 недостроенных объектов. Строительство там возобновится в течение ближайших пяти лет. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.